всем привет дорогие друзья с вами дмитрий евлан в канал сады тамбовщины и знаете сегодня 19 декабря вторник у нас вот теперь оттепель обещают сильную на всю неделю до плюс 6 градусов честно сказать вроде бы тепло хорошо но такие перемены погоды перепады температуры они совсем-совсем меня не радуют почему потому что был прохладно не сказать чтобы было совсем холодно так как допустим в поволжье или как тем более в сибири да для нас морозы 35 градусов ниже нуля это не удивление зимой но это бывает редко в основном последние все годы зима какая-то такая проходит знаете у нас на лайки на расслабоне были морозы до минус 18 градусов самые такие жесткие правда эти морозы минус 15 минус 18 были с очень сильным ветром это было просто жесть вот потому что ветер выдувал все и многие даже друзья и знакомые жаловались что достаточно прохладно даже в домах вышел просто сегодня по рассказывать как и что что вообще из себя представляет на 19 декабря сад в тамбовской области а собственно говоря ничего он и не представляет конечно же я говорю о своем декоративном саде кое-где из-под снега вот так вот торчат штамбики штамбики все на опорах сантиметров снег наверное сейчас вот сел покров снежный наверно составляет вот даже если судить по елочке зилертал наверное вот прям сантиметров 20 снежного покрова есть до этого снег конечно было больше вот туда вот как забору там на мело конечно там снега наверное до полуметра есть здесь вот где вот штамбики вот за дугой здесь наверное конечно же поменьше как вы можете видеть розы все я укрыл несмотря на то что они были уже под снегом дуги поставил или стояли дуги уже вот но укрыл все все розы укрыл прямо по кадру около забора магнолию единственное в чем меня некоторые зрители ну так скажем мягко говоря укоряли в том что я не подготовил хвойные к зиме хвойные которые имеется ввиду туи и можжевельники особенно я сам лично переживаю конечно же за круглые туи вот допустим у нас глобоза может быть это в удварде потому что после того как писал в комментариях вернее вышло видео видео обзор всех моих хвойных вот в этой серии где я снимал вот эту глобозу и там вот у меня еще за гортензиями 1 глобоза в углу на подпорной стенке но многие тоже до думают что это в удварде а не глобоза сам немножко честно говорю переживаю за круглые точки потому что конечно же их подразвалила некоторые вот там вот край забора из желтых туи это вот golden сморакт и это туи корник 3 они тоже там вот я гляжу немножечко так подразвалились сморакты вот в этой в дуге которые они стоят довольно таки неплохо держат себя они многие из них стали многоствольные успокаиваю себя чем работа не произведена усталости нет сейчас это все под снегом а когда весной снег растает то что отклонилась то что завернулась то что куда-то там не в ту сторону повернулась обрежется обрежется и наверное вот знаете летом выйти в сад на лайте так на расслабоне как я говорю всегда и что-то подстричь это гораздо гораздо проще чем осенью под дождем или в холоде все это связывать и завязывать приходим потихонечку к такому мнению вот у меня четыре туи санкист две из них хорошо выдержали все нагрузки две немножечко повалились стволы у всех туй они очень гибкие и не хрупкие так что снеголома я думаю тут никакого не будет вот ну а весной посмотрим что к чему ну может быть поставлю там под какую-то веточку я опору это тоже займет там пять минут многие скажут да можно было бы и связать все это и ты это тоже бы заняло пять минут но пять минут тут пять минут там пять минут сам это конечно же тоже проблема можжевельники колоновидные стоят неплохо перед нами сейчас можжевельник китайский спартан . вот смарагт большая хорошо держит себя вот еще одна . смарагт можжевельники скальные тоже держит себя неплохо они уже застригались неоднократно вот те ветки они уже если вот так раздвинуть крону они уже набрали объем набрали толщину вот и даже с обильным мокрым снегом вот эти все можжевельники они справлялись очень хорошо чего конечно не скажешь о нижних ветвях можжевельника китайского стрикта вот сейчас два по курсу у него нижние ветки конечно же все раз пластались по земле между ними туечка круглая покупалась как тедди вот но скорее всего какая-то может быть рекой достоя вот она тоже распласталась по земле но как говорю все остается до весны по поводу можжевельников каких-то кустовых форм и горизонтальных форм ничего абсолютно не делаю вот там вот блю свит торчит лапка чуть-чуть из-под снега вот здесь вот менжулип торчит чуть-чуть из-под снега но менжулип его вообще иногда вот мокрым снегом прям распластывает по поверхности плитки вот так как здесь мощение у нас кругом и ничего все весной поднимается и все весно весной себя хорошо чувствует штамбы здесь вот у меня еще два штампика около забора это значит лиственница блюдвар и сосна сосна горная или обыкновенная какая-то покупалась без признаков сорта вот они все на хороших металлических опорах стоят так что даже если на них насыпет большая шапка мокрого снега они все это хорошо выдержат как и все хорошо выдерживают сосны горные перед нами вот конкретно сейчас из-под снега торчит сосна горная мопс тут у нас что ну можжевельник который вот страдание мое голдкон он связанный потому что его там вообще развалило в разные стороны на 6 наверное веток крупных таких и разложил причем все эти 6 веток солнечными лучами в разные стороны то же самое произошло из туи голден эн вот которая сейчас прямо пока не голден эн не голден эн а сестра ее сестра ее сестра мария туя мария тоже желтохвойная вот много очень уже названий много очень сортов поэтому путаемся и в этом году уже даже стал ставить таблички бирки вот под многими растениями особенно которые новые ну и на данный момент вот так вот сейчас выглядит у нас высокая клумба глобоза посередине очень красиво сейчас торчит желтая винтерголд из под снега очень красиво очень хорошо смотрится тоже отлично что глобоза что глобоза глобоза ель колючая что соснагорный винтерголд отлично держат снеговую нагрузку туя сматлик здесь не связывалась лиственница вся практически облетела за исключением нескольких там молодых хвоинок на вот концах побегов ну и вот так вот вот сейчас красиво из под снега выглядывает можжевельник golden carpet всего остального не видно вот здесь ребят сходила куча снега буквально прям с крыши и вот здесь вот конечно же вот наверное расплющил теперь распластала золотую туечку маленькую amber glow вот но все теперь до весны вот так вот что еще хотел отметить не обрезал вообще никакие соцветия на гортензиях в этом году на удивление то что вроде бы были и сильные ветра но все шапки практически все шапки на гортензиях метельчатых и древовидных держатся не пошибал их ветер вот здесь вот немножечко как то под развалило но здесь немножко вот из дорожки снег убираем чтобы ходить вот сейчас перед нами polar beer там вот за яблонькой limelight ну и все остальные почему не обрезал потому что создают объем в зимнем саду потому что создают своего рода такой декор в зимнем саду особенно когда вот знаете были морозы вот вот особенно вот прям перед этой оттепелью вот шел фронт и у нас еще была отрицательная температура минус пять наверное минус семь градусов шел достаточно сильный снег он легкий он пушистый и вот эти шапки они все были снегу его вот даже можно вот наблюдать еще он не дотаял но сейчас конечно же он сырой вот шапки все намокли они такие темные стали а на морозе они были более светлые более сухие и вот под этим легким пушистым снегом это просто было нечто очень и очень красиво с беседки снег вот так вот потихонечку сползает у нас что у нас ордодендерные розы и магнолию я укрыл обязательно не укрыл канадские розы вот прямо по курсу ну сейчас ее трудно заметить много стволов это у нас канадская роза парковая Александра Маккензи и еще что тут у нас вот ордодендерные все укрыты листопадные вечно зеленые и еще у меня три куста это та Александра Маккензи а это Джон Франклин и Тереза Багнат и Луиза Багнат они зимуют вот так вот как и в прошлом году оставил их и не заморачиваюсь все весной расскажем вот такая вот небольшая сводка из моего сада на 19 декабря 2023 года скоро Новый год друзья а вон воробушки сидят сейчас подойдем поближе но они конечно же поближе подойдем они все улетят дружненько вот подкармливаем обязательно воробушков синички пока еще не прилетели с леса вот но думаю что вот снега много если наступит холода то конечно же и синички тоже прилетят всем пока всем всего доброго думаю что перед Новым годом еще что-нибудь обязательно вам сниму до сих пор до сих пор до сих пор и